В Ростуризме намерены помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями путешествовать по стране. Поездка для них планируется организовывать в невысокий сезон, что позволит увеличить турпоток, когда он находится на спаде. Впрочем, в Тюменской области уже есть свой опыт организации отдыха для особых групп граждан. О реализованных проектах и новых идеях расскажет Лариса Соловьева. Они путешествуют, не выходя из зала. Виртуальный туризм для пенсионеров – это возможность увидеть новые и не потратить ни копейки. Все бабушки, члены клуба общения и даже выезжали на реальные экскурсии, но по гранту. А это значит, что для пожилых людей все было бесплатно. Настоящие деньги пенсионеры готовы тратить на лечение, констатируют туроператоры. Поездка в санаторий может стоить, как отдых за границей. Но на курорты едет только 20% пожилых, зато в санаториях 80% клиентов – бабушки и дедушки. Основной фактор, на который они обращают внимание – это уровень лечения. Их даже не столько волнует комфорт, и насколько санаторий современен, больше обращают внимание на перечень процедур. Но если для пенсионеров есть санаторий, то для людей с особенностями здоровья – и это не всегда доступно. В Тюменской области всего пару учреждений готовы к таким отдыхающим, не говоря уже о других видах туризма. Здесь рыбка большая и очень большая. Жить дикарями им не привыкать, и пусть в составе группы незрячие, колясочники – люди с ментальными нарушениями. Такие походы клуб «Горизонт» устраивает регулярно, сопровождает особых туристов оргкомитет – 8 человек, готовых всегда прийти на помощь. Только поэтому многие и решились на такое путешествие. Социальный туризм пока в зачаточном состоянии. В наше время еще как бы не сильно развита сфера туризма. Мы будем стараться, чтобы ее развивали, но пока не очень. В больших городах, например, в Санкт-Петербурге, есть целое агентство путешествий для особых людей. Оборудованный автобус привезет туристов в любое место, а дальше в ход идут дедовские методы. В Тюмени нет даже туристического транспорта с пандусами, а на экскурсиях случаются казусные ситуации. Наши экскурсоводы, гиды, они не знают, как работать с такими людьми. Мы встречались с таким, ну в другой области, конечно, посмотрите налево, посмотрите направо, здание стекла и бетона, а у нас сидит автобус незрячих. Активисты выиграли грант и намерены развивать социальный туризм. Пенсионеры тоже не сидят без дела. Тюменко придумала проект, такой каучсерфинг для пенсионеров. Бесплатная экскурсия в перспективе и жилье для пожилых туристов в обмен на их будущее гостеприимство. Может быть мы, волонтеры, добровольцы, вот сможем составлять новые маршруты, те, которые нас интересуют, например, вот, и приглашать волонтеров из других городов. Потом также по обмену поехать к ним. Пока проект в разработке. Совместно с геронтологическим центром ищут волонтеров-экскурсоводов. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время.